Имя сына экс-главы Барнаула гремит на всю страну уже два года. С января 2015 Максим Савинцев, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, находится под стражей. Изменить меру пресечения на время расследования не помог даже залог в 15 миллионов рублей. И потому фигуранты резонансного преступления на первое судебное заседание, которое должно было пройти сегодня, доставили прямо из СИЗО. Здравствуйте. Савинцев-младший, как и его адвокат, держится спокойно. Заседание по нашумевшему уголовному делу решено провести в закрытом режиме. Впрочем, сегодня оно так и не состоялось. Из-за неявки всех потерпевших суд принял решение слушание не проводить. Первое заседание перенесли на 3 ноября. Ущерб от совершения данного преступления исчисляется суммой свыше 19 миллионов рублей. Санкция данного преступления предусматривает 10 лет лишения свободы по каждому из составов преступления. Какой будет судьба сына бывшего градоначальника, предсказать никто не берется. Процесс будет вести судья Анастасия Искусного, за плечами которой свыше полусотни непростых уголовных историй. Одна из последних – громкое преступление группы черных риэлторов. Тогда нескольких обвиняемых за решетку отправили на длительный срок. Елена Макаренко, Павел Лауренин. Наши новости.